Один из тех, кто стоял у истоков Интеры, Денис Перминов, показывает самое сердце компании – сервер или центральный узел связи. Это комната с оборудованием и множеством оптоволоконных проводов, которые словно артерии разносят интернет до потребителей. Здесь находится центральная станция кабельного телевидения, здесь находится центральный узел Интеры ФМ. Интернет нужен и днем, и ночью, поэтому сердце Интеры должно работать без остановок, обеспечивает это специальное оборудование, и вскоре его возможности в очередной раз будут увеличены. Ближайший к наших плану – это внедрение нового беспереводного источника питания, который позволит нам работать при отключенном электричестве гораздо более продолжительное время. А время летит. Прошло уже 19 лет со дня основания компании интернет-провайдера. Тогда, в 2001 году, трое единомышленников решились на эксперимент. Денис Перминов самостоятельно собрал модемный пул из 16 устройств. Оборудование успешно заработало, и интернет дошел до абонента. Эмоции, конечно, было через край, особенно когда было первое включение. Когда подключились первые абоненты, мы посмотрели, что да, они работают. После этого они нам отзвонили и сказали, что все в порядке, огромное вам спасибо. Вот с этого, собственно говоря, все и началось. О том, как все начиналось, напоминает пожелтевшая газета. Ее Денис хранит на память. Тогда пресса впервые написала о трех молодых и предприимчивых первоуральцах. Здесь Виталий Павлович, здесь Денис Александрович, здесь Женя. Это мы уже работали, уже интернет была создана. Интере здесь уже было два года. Это стойка с нашим первым оборудованием, которое представляло себя соединение сетей Интеры и уральских мобильных сетей. О том, насколько в будущем изменится оборудование и какие масштабы приобретет компания, молодые люди даже не задумывались. А понимание того, что нужно строить дальнейшие планы, пришло через два года, вспоминает основатель и директор Интеры Виталий Листраткин. Позже, в 2007 году появились новые задачи. Когда мы все наши сети тотально переводили с медных коммуникаций на оптические, то есть это пришлось полностью все механизмы построения сетей изменить. То же самое в 2007-2008 год мы построили первую длинную магистраль международную. Мы были тогда по ряду рыночных причин, просто вынуждены ее построить. Практически до меги достроили ее, и это был тогда просто невероятный подвиг. Постепенно Интера появилась в девяти городах Свердловской области, в том числе и Екатеринбурге. Именно в нем компания намерена максимально увеличивать число своих абонентов. В 2011 году Интера входит в очередную веху развития. Как все остальные операторы Свердловской области зашли сначала в тему IP и TV, цифрового телевидения. Потом появилось понимание, что эта тема, к сожалению, так лоб как бы не работает. Мы сумели это вовремя осознать и перестроить все процессы под кабельное телевидение. То есть тоже цифровое, но отдельно как бы кабель. Сейчас Интера ставит новые задачи. Например, модернизация оптоволоконного транспортного кольца, которая связывает города присутствия компании, чтобы абоненты могли получать еще более качественный и быстрый интернет, а также дополнительные телевизионные каналы. Друзья, коллеги, сограждане, абоненты и просто жители Свердловской области, от лица компании Интера я поздравляю вас и себя, и всех моих друзей и соратников с 19-летием группы компании Интера. Дай Бог нам долгая лета еще жить, а вам и нам и всем хорошей и плодотворной связи. Надежда Титаренко, Сергей Шемет, Интера ТВ.